Добрый вечер, уважаемые друзья, партнеры, коллеги, инвесторы, акционеры компании Skyway Capital. Рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня его можно назвать техническим вебинаром, потому что, по сути дела, мы с вами будем рассматривать информацию, касаемую, что и где у нас находится в личном кабинете. Да, вы знаете, информация достаточно важная, потому что огромное количество людей обращаются к нам в службу поддержки, либо, например, дергают своих вышестоящих партнеров, так называемых спонсоров информационных, и говорят в кучу всякой, скажем так, всякости, что мы не можем это найти, мы не можем то сделать и так далее, и так далее. Как раз-таки для людей, которые хотят разобраться и понять, как им можно стать инвестором, как можно купить пакет акций, как им можно найти информацию касаемо создания бизнеса с нашей компанией, то есть построение партнерской программы, что и как он проделал и так далее, вот именно на эту тему сегодня мы с вами будем разговаривать. Кстати, я вам не задал вопрос, а слышно, видно меня вообще, а то я как бы погнал сразу, да, с места в карьер. Вот, если слышно, видно, поставьте плюсики, пожалуйста, в чате. Ну, те, кто знает, как это делать. Ага, Елена, спасибо. Так, ага, все, я понял, то есть, по крайней мере, вот я вижу, что в Белоруссии меня слышат, на Украине в Одессе меня слышат, да, возможно, еще в регионы какие-то сейчас напишите, из которых вы присутствие на вебинаре. Спасибо огромное тем, кто откликнулся. Вот, сегодня очень богатый день на конференции. Спасибо вам, Галина, то, что понравилась музыка. Действительно, музыка – это, наверное, язык, который универсален, да, если музыка хорошая, его понимают немцы, англичане, русские, даже аборигены, я думаю, которые включат эту музыку, могут уйти в состояние транса, да, и, скажем так, обратиться к своим духам, богам и так далее, и так далее. Так, Казахстан, я вижу, у нас есть, очень здорово. Итак, друзья, вебинар будет построен следующим образом, что я открою вам свой экран, да, поделюсь экраном, и мы будем в реальном кабинете нажимать кнопки, и я буду озвучивать, что там находится, хорошо? Те, кто согласен, могут написать циферку 5 в чате, чтобы я увидел. Я нажимаю кнопочку «Поделиться экраном», в какое-то время будет осуществляться загрузка, и после загрузки я единственное попрошу, чтобы вы поставили тоже плюсики, если вы увидите мой рабочий стол. Когда я нажму кнопочку «Начать трансляцию», это, как правило, занимает там 5, 10, 20, порой 30 секунд, все зависит, скажем, от состояния интернета на данный момент. В Москве сегодня, скажем так, все почти стаило то, что выпало за предыдущие несколько дней, даже несколько недель, и зима превратилась пока непонятно во что. Итак, коллеги, я нажимаю кнопку «Начать трансляцию», судя по тому, что у меня картинка на экране изменилась, я предполагаю, что у вас тоже появилась трансляция рабочего стола моего компьютера. Есть, да? Хорошо. Итак, друзья, первое, я единственное не показываю, наверное, формулу регистрации, потому что для большинства из вас это уже не секрет, и там достаточно все просто. То есть вы, если по ссылке чьей-то реферальной переходите на страницу регистрации, там вам нужно ввести свой электронный адрес, потом понадобится ввести свой телефон, придумать пароль, ввести фамилию, имя. Важно, чтобы люди, которые будут регистрироваться по вашим реферальным ссылкам, вводили достоверную информацию, чтобы не было каких-то фейковых аккаунтов, как это называется, левых, правых, ненужных и так далее. И вообще, было бы здорово, если бы у человека, который регистрируется в нашей компании, был всего один аккаунт. Это идеальная ситуация. Потому что бывают люди, которые начинают регистрироваться в каких-либо компаниях, регистрировать себя под себя, потом еще раз себя под себя под себя, и у них получается там куча каких-то аккаунтов, на которых они пытаются что-то проплачивать, покупать, а потом пытаться найти деньги. И на каком-то этапе происходит момент, когда они начинают путаться. А у нас возникает головная боль, потому что они не туда заплатили, не там деньги получили и так далее. Поэтому один аккаунт – это самая замечательная ситуация для нас, как для компании, да и для вас, как для инвестора, для нашего партнера. Это, наверное, правильно. Не надо хитрить, не надо, скажем так, пытаться оказаться умнее кого-то, возможно. Создайте себе аккаунт, если хотите здесь зарабатывать деньги, значит, давайте информацию людям, регистрируйте их и получайте тот положенный процент, который мы выплачиваем нашим партнерам. Итак, коллеги, главная страница. Как правило, баннер, который вы видите перед собой здесь, на главной странице, он у нас периодически меняется. Если проходит какая-то акция компании, если, скажем так, какая-то важная информация, что в ближайшее время там будет какое-то, может, мероприятие, то здесь может появиться баннер, на котором будет отражаться эта информация. Сейчас она простая. То, что любой человек, регистрирующийся у нас на сайте, получает в подарок на премиальный счет 100 акций компании. Также на главной странице вы можете увидеть, и, в принципе, на всех страницах нашего личного кабинета, если вы будете перезагружать, ну, в другое какое-то место, вы видите, есть кнопочка такая синего цвета. Сразу же хочу акцентировать внимание. Позвонить с сайта. Вот даже у нас коллеги чихают, подтверждают, что я вам не вру. То есть позвонить с сайта, означает, если вы нажмете эту кнопку, то пойдет загрузка, и если вы разрешите использовать свой микрофон, то пойдет звонок специалистам нашего отдела информационной поддержки, которые находятся здесь в Москве, и работают с 10 утра до 19 вечера по Москве. Соответственно, вы сможете задать свои вопросы. Дальше, что мы видим еще на главной странице. Вот на этот баннер прошу вас не обращать внимания. Это, скажем так, тяжелое наследие предыдущих программистов. То есть тут написано, что у меня есть неоплаченные счета. Это неправда. Я потом вам покажу, что все счета, которые у меня были, я оплатил. То есть я не являюсь каким-нибудь элементчиком по отношению к компании Skyway Capital. Итак, вы видите, здесь есть четыре переворачивающиеся панельки синего цвета. То есть на первой из них и фактически на каждой странице нашего кабинета будет информация о состоянии ваших личных счетов. То есть на основном счете ноль, вы видите, да, на бонусном, те деньги, которые вы заработали по партнерской программе компании Skyway Capital. То есть все начисления будут идти на бонусный счет. Акционный счет, то есть это тоже, скажем так, денежки, которые зачисляются вам сейчас на этот счет. И эти деньги вы можете потратить или, скажем так, израсходовать, да, либо реализовать, будет более правильно сказано, потому что это не растрата, а наоборот приобретение только на покупку пакетов акций. И премиальный счет, то есть у тех, кто зарегистрировался, через какое-то время на премиальном этом счете, вот где сейчас нолик, да, появится 100 акций. И вы потом можете просто нажать кнопку в разделе «Инвестировать», «Оформить», и эти 100 акций будут оформлены. Либо, если вы будете приобретать какой-либо из пакетов, эти 100 акций приплюсуются к тому пакету, который вы оформляете. Вот таким вот образом. Информация о вас находится справа, да, и здесь же, скажем так, показано заполнение панели, видите, 72% стоит, что у вас следующий уровень по квалификации выполнен на 72%. То есть фактически большую часть работы вы проделали. Под панелью основных счетов есть сразу же кнопки «Пополнить транзакции», «Вывод». Это мы с вами рассмотрим дальше, то есть из личного кабинета, из отдельных его частей, есть, скажем так, кнопки, позволяющие быстро перейти в раздел, касаемый, например, покупки акций, вывода денежных средств и так далее. На панели, на которой написано ваше фамилия и имя, и процентное заполнение, скажем так, или выполнение плана по достижению следующей квалификации, переворачивается, написано, что реферальные ссылки находятся в разделе «Инструменты партнера». Мы этот раздел потом разберем. Ниже количество привлеченных людей по партнерской программе в бизнес, да, вот вы видите, цифра стоит, и привлеченных денежных средств, непосредственно, скажем так, сумма, которую люди, приобретая пакет акций, непосредственно по вашей реферальной ссылке зарегистрированы. То есть это ваши партнеры первого поколения. Количество акций. Справа видите звездочка, где, да, которую вы оформили, будучи нашим партнером. Вот. И вы знаете, что у нас не так давно, с конца ноября месяца, появилась возможность приобретать акции в рассрочку. Если у вас рассрочка есть, здесь будет показываться количество акций, акций, которые зарезервированы под вами по рассрочке. Дальше. Отсюда можно перейти в раздел «Мои сертификаты», где вы увидите сертификаты, купленные вами уже оформлены, да, либо отсюда можно перейти в раздел «Инвестировать», то есть оформлять пакеты и покупать их. Также вот кнопка «Инвестировать» здесь. Есть кнопка «Новостей». Последняя. Что еще есть на главной странице? Опять же, дублирование информации о том, что небольшая статистическая выкладка, да, то есть количество денег, которое вы привлекли, и количество партнеров, которые вы привлекли в первом поколении. Опять же, если мы посмотрим до следующего уровня, да, личных инвестиций, вы видите, да, нужно 100 долларов. Вот следующий уровень консультант. То есть необходимо еще заплатить, вот тут написано, 85 долларов, фактически данная оплата будет позволить, ну, мне сейчас, да, перейти на следующий уровень квалификации. Денежных средств, которые были привлечены в первом поколении, достаточно для того, чтобы вырасти в этой квалификации. И здесь написано, что привлечено, как количество участников с инвестиций 100 для выполнения следующего уровня, привлечено даже в два раза больше, чем необходимых. То есть вся эта информация есть и у вас. Далее, последнее изменение счета. То есть внизу на главной странице вы можете видеть последнее, скажем так, перемещение денежных средств в вашем личном кабинете. То есть либо вам начисление на бонус, на акционный счет, либо вы перевели деньги кому-то из структуры, мы посмотрим, как это сделать сегодня, да, либо вы вывели денежные средства, заработанные вами, при построении команды, создании партнерской структуры по нашим маркетным планам. Дальше на главной же странице вы видите вправо вверху, вы можете загрузить сюда фотографию, где я вам сейчас покажу, да, ваша фамилия, имя и маленький треугольничек, такой выпадающая панелька, и вы можете зайти в профиль. Я сейчас нажимаю профиль. То есть профиль это та страница, в которую вы можете добавить информацию о себе, да. Здесь же, кстати, вот у меня фотография загружена, если у вас фотографии не будет, вы здесь можете кликнуть. Программа вас попросит выбрать файл на компьютере с вашей фотографией, и вы можете сюда загрузить вашу фотографию. Дальше. Информация в профиле указана ваша ID при регистрации, которую вы получили. Электронный адрес, это обязательно, когда мы регистрируемся, мы его вбиваем сразу же. Телефон, точно так же обязательно, то есть вы не зарегистрируетесь и не укажете телефон. Есть пару галочек, да, то есть надо ли вам смс-информирование о реферальных начислениях. Если вы строите партнерскую программу, вам это интересно, поставьте здесь галочку, потому что сразу хочу сказать, приятно, когда идешь где-то, да, вдруг что-то пропиликовано на коем телефоне, открываешь, написано, что вы получили такой-то бонус. Получить информационную поддержку от менеджеров компании по телефону. Если вы эту галочку уберете, то менеджеры нашего отдела информационной поддержки не смогут вам осуществлять звонки, давать свежую информацию о тех новостях, которые происходят с проектом, скажем так, новостях технологий, новостях компании Skyway Capital, каких-то акциях и так далее. Если вы галочку оставите, соответственно, эта информация будет у нас здесь, и менеджеры вам будут помогать. Далее, последние события вы видите, да, то есть время и даты здесь указаны, когда вы входили в личный кабинет. То есть я сегодня несколько раз заходил там, смотрел, что и как рассказать, поэтому здесь все указано. И IP-адрес, с какого вы заходили в личный кабинет. Это тоже важно, потому что, если вы, скажем так, входили-входили со своего, вдруг смотрите, появилась непонятная цифра, да, это сигнал к тому, что кто-то лазил, скажем, в вашем личном кабинете без вас. Если вы с другого компьютера, конечно, не заходите. Соответственно, есть смысл сменить пароль, да. Так, здесь есть информация о вашем наставнике, информационном спонсоре, то есть фамилии, имя, скайп человека, который дал вам реферальную ссылку, да, его телефон, электронный адрес и дата регистрации вашего, ваша дата регистрации в личном кабинете. Дальше. Вы можете сюда вписать свой скайп, второй телефон, я один и тот же указал сюда, да. Если у вас есть странички ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и на Твиттере, вы можете сюда вписать, ну, электронный, точнее, URL, там, или ID, да, то есть ссылку на вашу страницу. Можете добавить какой-нибудь дополнительный контакт, да, если вы сюда можете вписать, там, какой-нибудь LinkedIn, LiveJournal, там, и так далее, и так далее. Главное, когда вы внесли какие-то изменения, не забыть нажать кнопочку «Сохранить». Следующее. Анкеты пользователя, да, тут есть помеченные звездочкой пункты, потому что фамилию и имя мы вводили при регистрации, e-mail вы видите, да, мы вводили при регистрации. Страна, регион, город, то есть вы сами вправе решать, надо ли вам сюда писать свой адрес почтовый или нет. Я себе для удобства записал, мало ли понадобится где-то, да, его использовать из личного кабинета. Дальше. Дата вашего рождения. Если вы сюда это все заполнили, не забудьте опять же нажать кнопочку «Сохранить». Вот это то, что находится, как я говорил, на главной странице. При переходе в профиль мы рассмотрели, скажем так, раздел именно профиля. И, кстати, вот здесь, видите, я слева сейчас подвел, четвертое снизу, третье снизу у вас. Это тоже профиль. Если я сейчас нажму на персональные данные, сервис отработает и меня загрузит на ту же самую страницу. Я уже говорил, да, что у нас информация в личном кабинете дублируется, в разных местах. Ну, я думаю, что это правильно, чтобы люди не терялись, да. Дальше. Следующий раздел называется «События». И в этом разделе у нас находятся два пункта. Один из них – новости. Второй – расписание вебинаров. Так вот, я остановлюсь сначала, наверное, на первом. Буквально недавно, да, у нас встроили в личный кабинет каждого партнера данную страницу. То есть это Google-таблица, которую заполняют спикеры, проводящие мероприятия, да. И любой партнер сегодня может зайти в свой личный кабинет, если вдруг ему не пришла рассылка. Нам иногда жалуются, что люди на своей почте не могут найти рассылку. Причины разные. Кто-то плохо владеет почтовым сервисом, да. Кто-то, например, не знает, что вообще существует папка «Спам». Вот. И иногда письма падают туда, потому что фильтры настроены по-разному на разных почтовых сервисах. Если вы единожды заглянете в папку «Спам» и увидите там письма от нашей компании, вам достаточно пометить это письмо и указать «Не спам». И с этого момента письма будут приходить к вам в папку «Входящий». А для того, чтобы люди, скажем так, имели доступ и возможность узнать, когда у нас какое мероприятие, вот существует данная страница в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, которая так и называется. Расписание вебинаров. Это наше онлайн-мероприятие. И вот мы можем посмотреть. Сегодня у нас 17.00 вебинар, который сейчас проходит, а в 19.20 будет вебинар, который будут проводить Сергей Сибиряков и Алексей Суходов. Сегодня в 12.00 и в 13.00 был уже первый вебинар. И по этой же тематике они сегодня повторно проведут для регионов, скажем так, для центральных регионов Российской Федерации, для Западной Европы, для Восточной Европы. Вебинар в 12.20 часов. Поэтому, если вам интересно, то сделайте сейчас маленькую заметочку, зарубочку, поставьте крестик на руке, что сегодня будет вебинар, который будет проводить Сергей Сибиряков и Алексей Суходов. Первая часть для новичков, информация по SkyWay, что из себя представляет технология, о чем идет речь. Вторая уже, скажем так, более подробная о том, что происходит сейчас, какие планы и так далее. То есть это раздел расписания. Я думаю, все поняли, где теперь легко его можно найти. Раздел новости находится также у нас в группе события, в разделе события. И здесь у нас последние новости, касаемые развития нашего проекта. И, наверное, одну из них я сейчас озвучу еще и славу. Вы видите, это уже, наверное, надпись. Оплата картами Visa и MasterCard. С сегодняшнего дня в компании SkyWay Capital возможна оплата пакетов при помощи платежных систем Visa и MasterCard с любой страны мира. Это та новость, которую я хотел сегодня озвучить на нашем вебинаре. И вот она сейчас отражена непосредственно в разделе личного кабинета. Ее разместили буквально час назад. Тем более, как можно пользоваться данной информацией. То есть раздел новостей у нас относится и к инструментам. Вы видите, справа находятся кнопки соцсетей. Вконтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники и Мой мир. То есть вы можете выбрать, например, кнопку Одноклассники. Вас попросят сейчас сюда ввести описание той новости, которую вы хотите разместить. Здесь не нужно сейчас авторизоваться. Я ввожу здесь электронный адрес, свой пароль, нажму «Войти». Потом меня попросят написать краткий комментарий. Если я введу этот краткий комментарий, потом нажму кнопку «Разместить». Соответственно, в социальной сети Одноклассники будет размещена новость, что у нас компания Skyway Capital наконец-то возможна оплата пакета факций платежными системами Visa и MasterCard. Те люди, которые у меня в друзьях, все увидят это сообщение. В тех группах, в которых я состою, тоже пройдет информация, что у меня там что-то изменилось. И люди могут перейти по этой информации, ознакомиться с материалом, нажать кнопку «Регистрация», если они все это делают сразу, да, вот я говорил. Это ваши реферальные партнеры. То есть фактически данный раздел, его можно отнести не просто к информационным, да. То, что вот здесь нажимаем «Читать далее», у вас открывается полностью новость, что компания Skyway Capital постоянно повышает уровень сервиса и так далее. Мы рады вам сообщить то, что вот у нас возможна оплата картами, да. Итак, раздел новостей – это инструмент, который вам может помочь в создании партнерской сети. С одной стороны, это информирование вас обо всех событиях, которые у нас происходят. Второе – это еще инструмент. Поэтому используйте данный инструмент. Сейчас, одну секунду, я загляну в комнату, посмотреть, все ли у нас в порядке. Поставьте, пожалуйста, плюсики, ничего не упустили, то есть все нормально, транслируется, понятно ли я говорю, рассказываю. Ага, есть, все, переходим обратно. Итак, снова личный кабинет партнера компании Skyway Capital. Следующий раздел, да, который называется «Инструменты партнера». Раз уж я этого коснулся, соответственно, скажем, продолжим движение по разделу «Инструменты партнера». Первый пункт – план вознаграждения. Что это значит? Буквально недавно, опять же, в личный кабинет специалисты нашего IT-отдела встроили этот пункт. И это тоже инструмент. Почему? Потому что, во-первых, это материал, который вам желательно знать, изучить. То есть вы можете зайти сюда, в этот раздел, прочитать все, что касается партнера. То есть какое процентное вознаграждение он получает, какой бонус, куда он начисляется. Нарисован тоже рисуночек. То есть как это все происходит, какие проценты, откуда идут. Соответственно, следующая квалификация. Если вы нажмете «Консультант», здесь все будет расписано по консультанту. Если вы нажмете «Лидер», все будет написано касаемо лидера. То есть то, что необходимо сделать, чтобы стать лидером при построении партнерской структуры компании Skyway Capital. И здесь очень важный момент. Есть внизу каждой страницы. Там партнер, эксперт, мастер. Есть кнопочки «Скачать описание маркетинг-плана в формате PDF». Это текстовое описание. Или «Скачать презентацию маркетинг-плана». То есть слайды, которые мы обычно показываем на вебинарах по партнерской программе. Кстати, вебинар по партнерской программе у нас будет пятницу в 13.00. Здесь вы можете ознакомиться с условиями маркетинг-плана. Если вы скачаете слайды, то у вас будет на вашем компьютере или планшете инструмент, при помощи которого вы сможете разъяснять людям и свое окружение, что представляет собой систему вознаграждения компании Skyway Capital. Таким образом, легко донося информацию о маркетинге. Это инструмент, поэтому используйте этот инструмент во благо. Было бы желание. Второй раздел – это реферальные ссылки. Вы здесь видите четыре реферальные ссылки на данной странице, которые ведут на разные ресурсы нашей компании, на лендинг-инвестора, на котором, кстати, очень качественно дана информация о проекте. Есть необходимые короткие видеоматериалы по технологии. И информация о том, как зарегистрироваться. Там есть кнопочки «Стать инвестором». Дальше. Есть ссылка, если вы скопируете в буфер и разместите информацию в социальных сетях, в вашем статусе Skype. Отправить по электронной почте. В сообщениях в соцсетях вы можете своим друзьям отправить. Скопировать. Справа есть кнопочка такая. Если вы нажмете «Скопировать в буфер», значит, ссылочка эта запоминается. Вы заходите на какую-то страницу, там, где решили ее разместить. Нажимаете Ctrl-V, например, да, то есть это вставить. Либо просто правой кнопкой мыши, либо пункт «Вставить». И вставляете туда эту ссылку. Люди, нажимая по этой ссылке, перейдут на ресурс, ну, скажем так, ссылку, перехода на которую вы скопировали. Если у вас есть большое количество людей, которым вы уже дали информацию, разъяснили, они были на вебинарах, которые говорят, ну, ладно, хорошо, действительно, буду регистрироваться. То есть просто скопируйте ссылку, которая будет их ввести на форму регистрации в личном кабинете сразу же. И они там ведут свои данные. И в своем личном кабинете через короткий промежуток времени после осуществления регистрации вы увидите, что у вас появился новый партнер. То есть используйте этот раздел. Раздел «Инструменты партнера-баннеры» в первую очередь ориентирован на людей, которые занимаются инфобизнесом, которые не боятся, скажем так, работать в интернете, у которых есть свои страницы, сайты или в блоге, да, либо сайты-одностраничники, где они могут разместить красивую картинку, причем на которой еще меняются надписи, да, то есть она может быть выкинута вдоль страницы поперек, она может быть квадратная, да, либо там того размера, который вам необходим именно в том разделе вашего сайта, где вы можете разместить данную картинку. Ну вот я выбрал размер определенный, да, вот у нас вот такой вот баннер есть. То есть, и вы видите, появился размер этого баннера. Сейчас я, кстати, вниз опущусь, потому что он у нас как раз выкинутый кверху, вот такой вот. Если у вас есть поле, например, слева, либо справа вашего блога, сайта, в который поместится такой баннер, то вы его легко вставляете путем копирования вот этого HTML-кода, да, который вы здесь на этом поле, вот, и вставляете этот HTML-код, скажем так, в разделе необходимом на своей странице. Вот этот данный баннер будет размещен на вашем интернет-ресурсе. Кстати, есть, скажем так, целый ряд соцсетей, которые позволяют создавать страницы и туда встраивать баннеры. Поэтому это можно вставлять и в соцсетях. Вот. Группы какие-то и прочее. И вы можете здесь выбрать, на официальный ли сайт вы хотите, чтобы люди переходили, нажимая по этому баннеру, либо на лейдинг-партнеров. Если на лейдинг-партнеров меняется немножко HTML-код, вот, и, соответственно, все, кто кликнут по этому баннеру, будут переходить на лейдинг-партнеров. После ознакомления с информацией, они могут там нажать кнопку регистрации, это также у вас ваши потенциальные партнеры. Я вот сейчас просто для того, чтобы вы убедились, понажимаю, скажем так, другие размеры, видите, изменился вид баннера. Дальше. Вот такой, например. Тоже он, скажем так, вниз почти квадратный, да? То есть баннеров у нас здесь 60 видов, поэтому люди, занимающиеся инфобизнесом, знающие, как, скажем, встраивать подобные вещи к себе на интернет-ресурс, могут это использовать. Это удобно. Вы спите, а баннер у вас висит. Нажимаем этот баннер, да, люди переходят на наш ресурс и могут стать вашими партнерами. То есть фактически эта кнопка позволяет потенциально. Я не говорю, что она всех прямо будет вести, и все люди будут становиться вашими партнерами. Нет. Но это один из способов, да, как заинтересовать людей, у кого-то там картинка меняется. Знаете, есть люди, которые визуалы, они смотрят, как эта картинка на сайте появилась, которая там видоизменяет цвет, надписи какие-то, какая-то штука ездит по непонятным рельсам, да, вот, им интересно. Они могут нажать и заинтересоваться информацией. Поэтому пользуйтесь данными инструментами. Раздел персональных данных мы с вами рассмотрели, да. Теперь, наверное, перейдем к одному из самых интересных разделов нашего сайта, который называется банкинг. То есть банкинг – это все, что происходит с вашими денежными средствами, да, которые могут появиться в личном кабинете, которые вы можете здесь расходовать на приобретение пакета фракций, либо, скажем так, это приятная процедура, когда вам что-то начисляется за проделанную работу. Так вот, первое, что мы рассмотрим, да, здесь есть раздел транзакций. Чем он интересен? Тем, что, видите, дублируются счета, то, что я вам говорил, да, вот эти вот четыре панельки, которые у нас есть на главной странице, они фактически преследовать вас будут везде, в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Ну, это хорошо. Кстати, здесь, опять же, в разделе банкинг есть дополнительные, так называемые, опции, да, вы можете пополнить счет прямо отсюда, вывести средства, перевести средства. Мы с вами отдельно разберем еще и кнопки. Итак, здесь отражена информация, последние 10, скажем так, действий с деньгами внутри вашего личного кабинета. То есть, если вам пришли какие-то начисления на бонусный национный счет, написан, скажем так, ваш баланс после того, как начислена какая-то сумма, дата и время, когда вам были начисления. И за что вам начислены денежные средства. То есть, начислены, скажем так, за такого-то человека, да, там и написан адрес его, за такого-то человека и так далее. Вот. То есть, последняя информация по движению денежных средств. Если здесь будет, скажем так, пополнение основного счета, там мы рассмотрим, здесь будет это написано, что вы пополнили свой основной счет. Если вы приобрели там сертификат какой-то, да, заказали, купили пакет акций, здесь в разделе транзакции тоже это все будет отражено. То есть, я не буду сейчас листать там, у меня несколько страниц здесь, да, ну, ввиду того, что времени у нас, в принципе, есть, но не так много, да. Все мы люди заняты. Вот. Особенно, когда нечего делать, мы заняты больше всего. Так. Дальше. Пополнить счет. Вот. Опять же, процедура очень простая. И, наверное, наиболее правильная, да, которую следует использовать, если вы решили стать нашим партнером, купить какой-либо из пакетов акций. Почему наиболее правильно? Потому что, ну, назовем ее там, 200% безопасно, в каком смысле. То есть, если вы сначала пополните основной счет, потом купите пакет акций, да, то, в принципе, никаких бестолковых ситуаций с вами перейти не должно. Да, хотя, вы знаете, иногда случается, потому что есть люди по-разному, скажем так, готовы к работе на компьютере и иногда нажимают не то, что нужно. Но, чтобы пополнить основной счет, самое простое, вы вводите сюда сумму, да, например, там, ну, 100 долларов. и нажимаете кнопку пополнить. Вам предлагают целый список платежных систем, да, благодаря которым вы можете завести денежные средства на основной счет компании Skyway Capital. сейчас, будьте здоровы. Bless you. Так, у меня что-то дальше не листается. Подвис, наверное, на компьютер. У нас всего 7 платежных систем, благодаря которым вы можете эти денежные средства завести. Поэтому, сейчас, кстати, добавилось, да, вот просто виза у нас есть. Это система, позволяющая переводить денежные средства внутри стран СНГ и Прибалтики. и есть, появился новый баннер, вот, точнее, кнопочка, да, комиссия написана в фунтах и оплата за транзакцию со всех стран мира. Вот, у меня вот только сейчас кнопку добавили, почему-то у меня не листается страница до конца. То есть, как-то оно вот подвисло и все. Ладно, разберемся. Просто я вам показал, да, вы нажимаете и выбираете платежную систему, и потом оплачиваете при помощи этой платежной системы, и через какое-то время денежные средства будут зачислены вам на ваш основной счет. То есть, это мы разобрали раздел «Пополнить счет». Как только денежные средства будут оплачены, точнее, как только счет будет оплачен, который выставляется вам в случае, если вы выбрали пункт, что хотите пополнить, да, то по целому ряду платежных систем автоматически зачисляются денежные средства. Есть кошельки Kiwi, Яндекс.Деньги и Perfect Money, где специалисты нашего финнодела проверяют платеж, если вы ввели свой электронный логин в системе, то есть электронный адрес, да, и указали, что вы деньги переводите на счет такого-то электронного адреса, вам зачисляются деньги на основной счет. Теперь мы пришли с вами в раздел, который называется «Перевести денежные средства партнерам». В принципе, это удобная функция, которая была когда-то, скажем так, в корневой компании, да, и сейчас реализована в компании Skyway Capital. Ну, сделано-то с целью чего? Действительно, к нам приходят иногда инвесторы, у которых компьютерная грамотность, ну, так скажем, мягко похрамывает, да, либо хромает на обе ноги, либо просто-напросто ног нет в этом смысле слова. И они ничего не умеют делать на компьютере, соответственно, у них не может быть никаких электронных платежных систем. Я думаю, вы со мной согласитесь, да, если человек никогда не заходил и нажимал кнопок, этим системам взяться неоткуда платежно. Так вот, но он живет рядом с вами, может быть, сосед по лестничной клетке и сказал, да, я хочу инвестировать, вот у меня есть наличные деньги, на тебе эту сумму, да, вот эту стоит столько-то вы ему назвали, помоги мне. То есть вы просто регистрируете его под себя, заходите в раздел перевести, да, деньги на счет партнера и вы знаете, что у вас, например, на бонусном счете есть там 100 долларов, а он вам только что их отдал. Ставите здесь сумму с бонусного счета 100 долларов, вводите электронный адрес этого человека, вы же его только зарегистрировали, либо он давно зарегистрирован, например, да. Тут высвечивается его фамилия, имя, отчество, если система нашла его, что он реально есть. Вы нажимаете кнопку, которая появляется перевести, вам на ваш телефон, который вы указывали при регистрации, приходит код, 3D-секури-код, да, как он называет в банке, вот, вы его вводите, тем самым подтверждаете, что да, деньги нужно перевести на электронный адрес этого человека, ему в аккаунт. Нажимаете перевести, на вашем счете, с которого вы переводите, на это количество денег уменьшается сумма, а к нему на основной счет падают эти деньги, либо к ней, если это женщина, да, девушка. Вот таким вот образом. То есть, таким образом переводятся денежные средства с вашего счета на счет партнеров. Опять же, сразу хочу сказать, было бы здорово, если бы люди, которые у вас регистрировались, вы бы сразу показывали сами, как что просто делается, да, и не занимались бы вот этим. То есть, они знали, что у них есть там электронные платежные системы, какие-то там, Киев, Яндекс.Деньги. Они знают, как там, где этими деньгами рассчитываться, соответственно, показали, несколько кнопок нажали, может быть, дали запись этого вебинара. Вот. И эти люди сами смогли завести денежные средства, сами смогли выбрать пакет акций, не отрывая вас от тех дел, которые могут быть важными на тот момент, да. Я подчеркиваю, что с людьми, да, надо работать, их нужно научить, но это не значит, что спонсор 24 часа в сутки готов принимать звонки от своего партнера. Вы тоже понимаете, да, есть нормальные человеческие взаимоотношения. Вы, например, пошли в театр с супругой, а вам в это время наяривает кто-то и говорит, я хочу купить пакет. Ну, ситуация, скажем так, достаточно некрасивая, правда? Тем более, вы сидите на первом ряду, вот, там идет какая-то партия балета щелкунчик, и тут звонит ваш телефон, который вы забыли выключить. Некрасиво, правда? Поэтому, людей лучше научить этому, но тот случай, который я вам рассказал, когда человек ничего не умеет, ну, это, наверное, тот способ быстро сделать оплату, поэтому мы пошли на то, чтобы создать сервис, позволяющий переводить денежные средства. Дальше, заявка на вывод. Следующий пункт. Кстати, прежде чем в этот пункт заходить, чтобы вывести денежные средства, да, вам необходимо в разделе банкинга зайти в последний пункт, настройки. Но я сейчас вам просто покажу, как выглядит пункт вывода, то есть, у вас, опять же, информация о состоянии ваших денежных счетов, здесь, и указан кошелек, да, кошелек, который вы зарегистрировали в разделе настройки. То есть, у нас есть 4 возможности вывода денежных средств, я вам покажу в разделе настройки, я просто ввел сюда Киви кошелек, и если я захочу вывести денежные средства, я просто пишу сумму, видите, если я выиграю там что-то еще, другого счета нет. Наш финадзил выведет мне денежные средства на Киви кошелек, который у меня здесь указан. И здесь появится заявка на вывод, и в статусе будет стоять, что, скажем так, оформлена заявка. Если вывод будет сделан, ну, во-первых, вы можете проверить свой кошелек, в этом убедиться, а здесь будет написано, что вывод совершен, как здесь, на этой странице. Вот таким вот образом. И, кстати, в разделе транзакции, если вам вывод тоже сделают, там тоже появится информация о том, что было такое движение денежных средств. То есть это раздел вывод, да? Заявки на вывод. Выставленные счета, давайте теперь посмотрим. То есть если вы начинали оформлять какой-либо пакет, и, например, не закончили, да? То у вас появится информация о том, что вы хотели купить пакет. Я думаю, вы все помните, в начале вебинара я зашел в раздел пополнить, да? Выбрал сумму 100. Видите? И теперь сервис ждет, когда я оплачу. Данный счет. Если вы, опять же, так как я вот сейчас понажимали, просто кнопочки, да, вам нужно зайти в раздел выставленные счета и нажать кнопочку не оплатить, если вы не собираетесь оплачивать, а отменить. Нажимаем кнопку отменить. Подтверждаем, да, что мы хотим удалить выставленный счет. Сервис у нас прогрузился, да? И вы видите, что выставленных счетов у меня больше не стало. Есть подтвержденные. Вы можете нажать и посмотреть, да, вы делали оплату когда-то, да, вот покупали себе акции. Вот. И оформляли подарочные акции. Это вот в этом аккаунте. А у вас, может быть, вы покупали несколько раз все покупки, которые были, оплаченные счета, они все здесь будут отражены. И, чтобы подтвердить вам информацию, что у меня нет неоплаченных счетов, да, вот видите, ноль. Хотя вот на баннере написано, что у вас есть неоплаченные счета, это подарок одного из программистов мне, наверное, на добрую, долгую память. Я попрошу, может, конечно, у меня уберут. Кстати, у нас скоро появится новый личный кабинет, они более информативные, будут красивые, простые, с подсказками и так далее. Надеюсь, что это у меня пропадет. Так, это мы с вами рассмотрели раздел банкинга, выставленные счета. И теперь раздел настройки. В принципе, этот раздел, по сути, используется для добавления ваших реквизитов на вывод. Вот видите, платежные реквизиты, указан Киеви-кошелек, и вот здесь добавить реквизиты кнопочка. Если у вас еще нет ничего, соответственно, здесь пусто. Если вы зарегистрирулись вчера, еще денег не вводили, соответственно, у вас тоже здесь пусто. Вы нажимаете на кнопку добавить реквизиты, и первое, что вам предлагают ввести, это платежная система Visa MasterCard. Если вы готовы выводить в будущем средства на карточку Visa, которая у вас есть, вам вот сюда нужно вписать номер карты, дальше имя владельца, как на карте написано, срок действия, и выбрать здесь, какая у вас карта, валютная или рублевая. После того, как вы все это сделаете, вам нужно будет нажать ОК. И у вас здесь появится счет Visa MasterCard с координатами. Дальше у нас есть Яндекс.Деньги, вы видите, да, я выбрал на панельке, выберите платежную систему, Kiwi, у меня уже есть Kiwi, и OkPay, то есть четыре вида платежных систем, на которые мы сегодня можем выводить денежные средства. То есть прежде, чем выводить, нужно зайти сюда. Кстати, если вы ввели какой-то кривой там кошелек, который вдруг не ваш оказался, вы можете его удалить. Здесь есть кнопочка. Это касаемо раздела банкинга. Теперь давайте рассмотрим раздел статистика. Этот раздел относится к вашей работе по партнерской программе. Сразу хочу сказать, что у нас вот здесь пока в этом кабинете есть такая кнопочка, которая крутилась сейчас, актуализировать структуру. То есть иногда люди заходят там раз в неделю, раз в месяц, и здесь будет написано, что обновлено, например, 20.01.2016. Соответственно, чтобы посмотреть реальную картину, вам нужно нажать на вот эту штучку, которая прокрутится сейчас, обновляется, и у вас информация тогда будет достоверна. Если вы этого не сделали, значит вы посмотрите то, что было две недели назад. Может месяц назад, либо полгода назад. Все зависит от того, когда вы обновляли свою страницу. После актуализации информации вы можете видеть следующую информацию. То есть у вас есть ваши партнеры в первом поколении. Вы можете посмотреть, сколько у вас партнеров, сколько клиентов, и сколько людей в квалификации, соответствующие маркетинг-плану, консультант. Вот один консультант, семь партнеров и семь клиентов. Дальше. Количество инвестиций. То есть сумма инвестиций, сделанная партнерами и консультантами. Вы знаете, клиент это человек, который ничего не проинвестировал. Дальше идет отражение графика. Выберите область для изменения масштаба и так далее. Вы можете посмотреть, когда, какого числа у вас были какие-то оплаты. Здесь эта информация будет отражаться. Потом идет структура сети. То есть вы можете поставить галочки, настроить фильтры, чтобы вам выценились только те, кто инвестировал. Либо вы можете посмотреть, только те, кто не инвестировал. Либо если вы галочки не будете, скажем так, здесь ставить, вам покажут всех. Вы можете здесь поставить галочку, чтобы показывать только партнеров, либо только консультантов, либо только те квалификации, которые здесь прописаны. То есть вы можете с этим сервисом играться, наверное, слово не совсем серьезное по отношению в бизнес-структуре. Но тем не менее, почему нет? Потому что вся жизнь игра, говорил Шекспир когда-то, а люди вне актеров. И каждый играет по-разному. Кто-то с режиссером, кто-то сам себе режиссер. Знаете, есть такая передача, когда люди на камеру снимают много интересных моментов, потом шлют им, за это дарят камеры. Итак, коллеги, пользователи первого уровня, у вас здесь расписаны все люди, которых вы зарегистрировали по своей реферальной ссылке. И информация о них, то есть информация о том, сколько денег они заплатили сами, какое количество людей в их структуре, информация о том, какой у этого человека электронный адрес, телефон и скайп. Для чего это важно? Потому что у вас могут появиться в структуре люди, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке из какой-либо соцсети, ну, из мира интернета. Вы их не знаете. Вы не знаете намерения человека. Вы можете сделать следующее. Увидели их скайп, скопировали скайп, отправили запросы, написали там запросу. Я хочу там, чтобы вы мне добавили список контактов и приписать, что я ваш наставник, вы зарегистрировались там на сайте Skyway Capital. Хочу вам помочь. Отправили этот запрос, если человек вас добавил, вы можете выяснить там, какие у него намерения, для чего он зарегистрировался, нужна ли ваша помощь, или он все понимает. То есть информация полезная. Либо даже вам можете позвонить, если у вас есть безлимитный телефон, да, вы можете использовать этот телефон, набрать и сказать, здравствуйте, меня зовут Такта, я вот очень рад, что вы зарегистрировались и я у вас партнер, я могу вам помочь, и так далее. Давайте будем дружить там, или давайте познакомимся. Вот для чего это нужно. Дальше. Здесь информация есть не только по тем людям, которые у вас зарегистрированы, да, есть, если вы кликните по мышкой, просто по фамилии, имя человека, у вас откроются партнеры второго уровня, потому что здесь написано, что у вашего человека зарегистрирован еще один человек. И соответственно, есть информация по этому человеку. Бывает такая ситуация, что человек зарегистрированный в вашем первом поколении, как бы особо ничего не собирался делать, но тоже взял и раскидал ссылки, да, вдруг там подписал агентское соглашение и так далее. Активный партнер может быть в вашем втором поколении, то есть вы можете связаться с ним по телефону и электронному адресу, который указан здесь, да, и тоже поинтересоваться, насколько он знаком с информацией, узнали вашу помощь и так далее. И так это будет на то количество уровней, которое реально есть в вашей структуре. То есть во втором уровне вы видите здесь люди, у которых кто-то зарегистрирован тоже. Нажимаете на нем, открываются партнеры третьего уровня и так далее. То есть если у вас структура далеко уходит в глубину, соответственно, вы просто можете посмотреть информацию по каждому партнеру. Это удобно. Здесь также внизу есть информация о том, в процентном соотношении, какое количество у вас партнеров, какое количество клиентов, какое количество консультантов. Вот здесь все отражено. Это раздел статистики. Дальше, внизу в разделе статистики также есть информация о том, какие денежные средства и когда вам были начислены. То есть дата, время и сумма. И за что. То есть удобно. В трех местах, в личном кабинете, как минимум на главной странице, в разделе статистика и в разделе транзакция, вы можете посмотреть движение денежных средств. В разделе статистика это только, скажем так, по начислениям, которые вам приходят. В разделе транзакции движение полностью денежных средств. И на главной странице в том числе. Это раздел статистика. Теперь мы переходим еще к одному разделу. В принципе, мы все сейчас с вами посмотрели. Раздел называется инвестиции. Смотрите, я вам говорил в начале вебинара, что вот эта страница, точнее панель, она не меняется. Она на каждой странице нашего личного кабинета находится, где можно звонить с сайта. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание. Кстати, вот есть панель, что он в личном кабинете, что на сайте нашей компании. Панель обращения в службу поддержки. Вот она в свернутом состоянии, справа внизу. Если вам срочно вдруг понадобилось обратиться в службу поддержки, либо вы зашли в свой личный кабинет и обнаружили не совсем корректную информацию, но вдруг что-то произошло, скажем так, то, чего вы не знаете, либо не так, как вы считали. Здесь вы можете поприветствовать, написать, например, «Добрый день». И через короткий промежуток времени специалист нашей службы технической поддержки ответит на ваше обращение, и вы здесь можете написать свой вопрос. Вот видите, появился консультант, сейчас что-то пишет. Я ему пишу, «Евгений, проверка связи». Поэтому используйте данную возможность по тем вопросам, которые у вас возникают. Закрываем эту панельку и теперь переходим в последний раздел, который называется «Инвестиции». Здесь первым пунктом идут мои сертификаты. Вы можете крикнуть по этому пункту. Если у вас нет оформленных акций и сертификатов, у вас просто здесь будет пусто. Если вы что-либо покупали, у вас здесь будет написан номер сертификата, количество акций, которые в него входят, дата оформления. Вы можете посмотреть, как этот сертификат выглядит. Вы можете себе скачать на компьютер. Если вам надо, то распечатайте. Видите, мне ответила служба технической поддержки, что обратная связь хорошая. Здесь есть такой пункт «Договор». Если вы оформили сертификат, и здесь сначала будет написано, что сертификат на оформлении, после того, как он оформится, здесь будет написано «Оформен». Если вы не оформляли договор, то здесь будет написано, что предложение «Оформить договор». Вы нажимаете на кнопку «Оформить», и вам к договору, который будет высочен на экране, вы можете с ним ознакомиться, вы можете его распечатать, почитать нам и так далее. Внизу, если вы нажмете кнопочку «Подписать», вам там будет три шага. Первое, загрузите, скажем так, первую страницу паспорта с фотографией, вы это делаете, потом страницу с пропиской, либо регистрацией, либо документ, который подтверждает, что вы проживаете по тому адресу, который указали, и оплата какого-либо счета, там ЖКХ, я не знаю, там телефон, интернет, в общем, что-то, что связано с этим адресом. Вы это загружаете, и договор у вас принимается, подписывается, и здесь будет также написано «Принято». Хотите, могу нажать кнопочку «Посмотреть». Вот так выглядит сертификат. Написана ваша фамилия, количество акций, номер сертификата и так далее. Это раздел «Инвестиции», раздел «Мои сертификаты». Следующий раздел называется «Инвестировать». И в нем отражается вся информация, которая связана с пакетами акций, которые реально сегодня существуют и которые вы можете купить. Акционные пакеты. У нас сегодня существует возможность приобрести два пакета акций с рассрочкой на 10 месяцев, старт и стабильный, стоимостью 25 долларов в месяц, либо 100 долларов в месяц. Кстати, отличный ролик в разделе «Новостей». Вы можете зайти посмотреть, двухминутный ролик о том, что эти пакеты дают в сравнении, скажем так, с ценами на что бы то ни было, на что мы деньги обычно тратим в повседневной жизни. И если мы вдруг сэкономим на какой-то покупке, что это нам может дать в будущем? Посмотрите этот ролик в привязке к этим пакетам. Он, кстати, в разделе «Новостей» есть в личном кабинете и на сайте. Есть пакет «Сеньор» с рассрочкой на 6 месяцев, 50 долларов ежемесячная оплата, и пакет «Бизнес» с рассрочкой на 9 месяцев. На выходе, кстати, помимо тех акций, которые за вами бронируются, и потом начисляются 450 тысяч, то, что вы приобретаете по 200 долларов в месяц, вам еще 90 тысяч, вы видите, красным цветом выделены, в подарок дарятся. У нас есть пакет, который называется «Юбилейный». То есть, вы, если разово готовы оплатить сумму 1000 долларов США, вам начисляются 300 тысяч акций, и в подарок еще дается памятная монета с изображением нулевого километра дороги Skyway. То есть, именно в таком виде нулевой километр находится в Минской области, в Пуховичском районе, на территории Экотехнопарка. Вы за 1000 долларов покупаете этот пакет, и через короткий промежуток времени вам оформляет сертификат с количеством 300 тысяч акций. Есть возможность приобрести сегодня пакет с уровнем доходности 130, на выходе будет 32,5 тысячи акций, стоимостью 250 долларов США. То есть, вы можете выбрать себе пакет в рассрочку 10 месяцев платить, и получите на выходе 32,5 тысячи акций. А возможно, вы готовы сразу купить пакет. Поэтому вот эта цифра есть. Дальше на сером фоне, серо-зеленом фоне, светло-сером, я не знаю, по-разному люди видят оттенки, это светло-серо-зеленый какой-то такой, вот одновременно. Хаки, я знаю, что военные рубашки, когда служил офицером, были примерно такого цвета, светлые, были чуть темнее. Обычные пакеты от 15 долларов до 150 тысяч долларов в цене, с уровнем доходности от 53, вот вы видите, до 500 раз. и количество акций от 795 тысяч до 75 миллионов штук, то, что могут приобрести люди на сегодняшний день. Если вы нажмете, например, здесь просто плюсик, либо здесь единичка, спускаетесь вниз, пишите, с какого счета вы готовы заплатить, вот видите, у вас высвечивается дисконс, 30-32 тысячи с половиной акций, стоимость 250 долларов. То есть, если у вас есть деньги на основном счете, пишите сюда 250 долларов, просто с основного счета, да, и выбираете, у вас появится кнопка оплатить, вот, и вы оформите себе пакет акций. Это сейчас сюда, видите, здесь 0, если я сюда сейчас пишу, там, 35, грубо говоря, да, то у меня и кнопка появится, и здесь, видите, написано информация доплатить при помощи платежной системы, то есть, при помощи какой системы я готов пополнить счет. Если я выбрал просто пакеты не акционные, вот на сером фоне, а так, в принципе, и произошло, правильно, то есть, я здесь выбрал пакет, а, нет, я выбрал акционный на синем фоне, поэтому мне как бы не позволяет. Давайте я сделаю по-другому. Я здесь нажимаю обратно, нолик, ну, и выбираю любой из пакетов, ну, стоимость, например, 130. Я могу сделать следующее, да, то есть, вписываю с акционного счета 130, вот, и у меня появится кнопка оплатить, фактически я сразу же оформлю себе пакет, потому что денежных средств у меня хватает на акционном счету, то есть, я куплю простой пакет с дисконтом, который вы видели, вот здесь единичка, с дисконтом, сто, тринадцатый счет, я прямо сейчас могу купить. Я подожду немного, когда мне по партнерской программе до двухсот на акционном счете накопится и куплю за 200 долларов пакет, в котором 20 тысяч акций. Точнее, не куплю, а плачу, скажем так, с акционного счета. Это будет правильный, наверное. Здесь вы видите семь платежных систем, благодаря которым вы можете либо доплачивать, либо заводить денежные средства, скажем так, на основной счет. Это окпей, свифт, это банковский перевод и написано, видите, до пяти рабочих дней это может длиться. Тиви, кошелек, Яндекс, виза, мастеркарты, 2х кэш, веб-мани, и виза, видите, здесь сейчас добавилась, восьмая, весь мир, называемая. Минимальная сумма оплаты по карте виза, весь мир не меньше 15 долларов. Но вообще, конечно, если у вас ноль на счету, заводить по 5 долларов, не совсем логично или совсем нелогично. Пытаюсь говорить корректно. Вот таким вот образом. То есть, выбрать пакет и оформить его совсем несложно. Так, это раздел инвестирует. Мы с вами его разобрали. Единственное, что я хочу показать, вот рассрочка. Если мы выберем рассрочку, нажмем на пакете, например, неважно на каком, это баннер просто был, который нас переводил на страницу оформления пакетов акций в рассрочку. Вот тут вы можете ознакомиться с информацией уже по каждому пакету. Здесь написано подробности, да, то есть, вы пишете, что пакет является хорошим началом. Если вы готовы на 10 месяцев оплачивать, вам ежемесячно нужно платить по 25 долларов, а оформление пакетов происходит уже после последней выплаты рассрочки. Если вы рассрочку перестанете оплачивать на каком-то этапе, не станете ее оплатить все 10 месяцев, скажете, не будем ничего платить, то потраченные вами средства перейдут на акционный счет. И вы сможете оформить пакет, который не является акционным, вот с тем дисконтом, который вы сейчас видели, либо с тем дисконтом, который будет на тот момент, когда вы от рассрочки отказались. Вот таким вот образом. То есть, выбирая какой-либо из пакетов, вы можете себе оформить рассрочку. Дальнейшие действия такие же. Выбрали вы вот этот пакет, вам нужно будет вписать, с какого счета вы готовы его оплачивать. Вот на пакет 25 у меня сейчас бонусного счета хватает. То есть, если я выберу пакет за 25, здесь напишу 25 долларов с бонусного счета и нажму, здесь появится кнопка «Оформить». Соответственно, я сразу же оформлю себе рассрочку на 10 месяцев стоимостью 25. Если поставить точку напротив какой-либо платежной системы, что вы, скажем так, будете доплачивать, видите, сразу появляется кнопочка «Оформить». с Киеви кошелька вы хотите, например, больший пакет выбрать, вам не хватает и вы сразу можете оформить пакет. Вам нужно будет потом ввести реквизиты той платежной системы, то есть, проделать полностью операцию по вводу необходимой суммы, чтобы вы могли полностью оплатить рассрочку. Это что касаемо рассрочки и оформления ее. Как только, если у вас хватает денежных средств, например, на основном счете, вы готовы оплачивать рассрочку 50 долларов в месяц, вы сюда пишете 50, основной счет, нажимаете просто «Оформить» и у вас рассрочка оформляется и вы сможете перейти в раздел «Мои рассрочки» и у вас будет здесь отражена информация, что табличка такая, какого числа вам нужно гасить следующий платеж и так далее. Кстати, мы можем рассмотреть, как выглядит раздел «Мои рассрочки», но для этого немножко нужно подождать. Я вот сейчас нажму кнопочку «Остановить». Мне нужно перейти на другой аккаунт, который у меня есть, тестовый, чтобы показать эту рассрочку. Будем делать и проверять информацию? И так достаточно пока для этого раза? Дайте мне обратную связь. На вопросы я отвечу по окончании вебинара. Хорошо? Будем, да? Кому-то большинству я смотрю достаточно. Но это напоминает мультфильм, помните, «Золотая антилопа», да? То есть ты можешь говорить еще, я буду дальше стучать копытом и золото будет лететь, но не дай бог ты скажешь достаточно, потому что все золото превратится в черепки. Так вот, чтобы золото может не превращалось в черепки лидии, может тогда остановимся. Одно могу сказать, на нашем разделе, в нашем разделе вебинаров, давайте я вам сейчас дам ссылочку, да? Вот, на YouTube, на канал, где у нас есть информация по различным вебинарам, вот, на одном из вебинаров мы рассматривали раздел «Рассрочка». У нас есть видеоролики, в принципе, которые касаемы рассрочки. это можно найти непосредственно на канале компании Skyway Capital, он так и называется на YouTube, Skyway Capital канал, да? И там есть, должны быть ролики, где мы рассказываем, как оформить рассрочку и как найти информацию об этой рассрочке. Вопросы тогда, давайте мы буквально пару-тройку минут, единственное, что я хочу напомнить, друзья, сегодня вот у нас 17.57, да, через 1 час, 2 минуты состоится вебинар, который будет проводить Алексей Суходоев и Сергей Северяков. На нем будет огромный объем информации. Я знаю, что большинство присутствующих в комнате любят подобную информацию, поэтому рекомендую вам прийти самим и не опаздывать. Так, еще 1800. Так, я смотрю, здесь была какая-то переписка, я просто не видел. до верха поднимусь. Плюсики, это я понял, о чем речь идет. Музыка, да, мы уже по музыке поговорили. Теперь у нас идет следующее, так, я видел, Илья отвечал на какие-то вопросы. Добрый вечер, будто на банк, будто на банк. Олег написал, а, ой, что так мало акций. Не знаю, к кому обращен вопрос. Насчет кабинета, я вам показывал кабинет, который есть на сегодняшний день. То есть, то, что актуально на сейчас, на завтра, например, возможно, на ближайшую неделю. Как появится новый личный кабинет, вообще вебинары вот эти мы проводим каждую среду. И практически каждую среду у нас появляется какой-то один из новых пунктов, либо какие-то новшества и так далее. Поэтому, если у вас есть время, и вы как бы так любите быть одним из первых, кто узнает какую-то информацию, то приходите на вебинары в 5 вечера по средам. Мы даем информацию по личному кабинету, какие-то новости в целом, и новости по личному кабинету в том числе. Знаете, Людмила, я не знаю, почему у вас другой кабинет. Я предполагаю, что у вас другой кабинет в другой компании. Потому что другого кабинета в капитале, отличного от моего, у вас быть не может. Только по суммам нахождения денег на счетах. Единственное, что... Где можно взять исходники, наклеив, буклетов, визиток и тому подобное. Знаете, Олег, у меня где-то было сохранено визитки, которые разработал буквально за 5 минут специалист нашего IT-отдела. Вы можете написать на skyway.capital, на саппортном, на наш электронный адрес, который на сайте написан служба поддержки. Если вам действительно это жизненно необходимо, напишите, то перешлем вам, как его называют, макет электронный, который вы сможете у себя подправить даже и переделать под себя. Еще в 1800-ом юридический отдел ответы на вопросы. Ну вот Илья спросил вас, в RSV-системе, может быть, не совсем понял про цифру 1800. Ссылку. Ссылку не помню на что. Напишите в конце. Я в проекте, но у меня все по-другому. Не могу сказать, почему у вас по-другому. Может быть, немножко по-другому отражает, если у вас Apple московское оборудование, я не знаю. То есть я на Apple не работал, хотя вряд ли. Мне так кажется, что у вас другой кабинет и другой компания. Так, Мирополис. Название мероприятия Юр. Отдел ответы на вопросы. Время начала 3 февраля 18.00 по московскому времени. Галина, вы на что-то написали. Это, я так понимаю, этот вебинар не у нас. Поэтому просьба на будущее. Ссылки, скажем так, на мероприятия, проходящие в других компаниях, в других проектах или там где-то еще. Сюда, пожалуйста, не сбрасывайте. Первая карта виза для России, СНГ и страны прибавки. Да, правильно, я тоже старался озвучить. А, по поводу баннера, что у вас есть неоплаченные счета. Ну, вот если вы игрались и никогда не заходили, скажем так, в счета, которые оформлены, там есть, либо неоплаченные, зайдите, уничтожьте те счета, которые вы не собираетесь оплачивать. У вас баннер исчезнет. У меня, поверьте, это из другого места, совсем неожиданно возникшее. То есть, я говорю, это у меня, наверное, подарок из лепризория. Так, у меня такой нет. Хорошо, что у вас такой надписи нет. Олег, вы знаете, на 20.00 по Москве вам могла прийти ссылка на вебинар, который будет сегодня проводить Сергей Сибиряков. И сегодня на 20.00 планировалось, скажем так, мероприятие, которое будет проводить Лариса Артамонова. Она, как вам сказать, по доброте душевной, да, и с хорошими намерениями сегодня уступила свою комнату, в ней будет проходить мероприятие, которое я озвучил. Лариса Артамонова у нас будет на следующей неделе. Так, из чего образуется акционный счет? Акционный счет, он сам по себе есть. Если вы пригласили кого-либо из партнеров, которых вы зарегистрировали по своей реферальной ссылке, они что-то купили, то положенный процент по партнерской программе раскладывается и на бонусный счет, и на акционный. Только бонусный, можно сказать, это живые деньги, которые вы сможете либо вывезти, либо на них купить акции, либо кому-то передать. Акционный, это ваш счет, никуда из него деньги не выходят, только на приобретение пакетов акций, причем не акционных пакетов, на том серо-зеленом или светло-сером фоне, который вы видели в личном кабинете у каждого партнера. Супер ролик, ага, хорошо. Знаете, мы дружим с Перфектом, но просто дружим. Пока, скажем так, Перфект Мани у нас нет в личном кабинете. Да, я вижу, скажем так, добрые выкрики достаточно. Вот и так утомил. Да, Анжела, можно со своего компьютера регистрируют людей. Я вам единственное рекомендую, что копировать эту ссылку вашу реферальную и выходить из своего профиля, если вы в том же браузере, либо в другом браузере. Но лучше все равно для большего спокойствия ссылочку скопировали, нажали кнопочку «Выход» из своего личного кабинета, у вас появляется страница, чтобы вы из нее вывалились. Потом открываете страницу браузера, вставляете ссылку в адресную строку и человека сразу, скажем так, будет загружать на страницу формы регистрации в личном кабинете. Вот так лучше сделать. Опять и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, чем акции Skyway Capital отличаются от акций РСВ и СВИНа? Давайте, Юрий, я так вам скажу. Я провожу вебинары по проекту Skyway Capital. У нас есть группа компании Skyway. У нас есть холдинг, в который входят РСВ Systems и компания Skyway Capital. Если вы приобретаете пакет акций в компании Skyway Capital, через какое-то время формируется, скажем так, пул, либо список, русским языком сказать, тех клиентов, тех инвесторов, которые у нас купили акции. И в электронном виде, в бумажном виде это передается в корневую компанию и данные заносятся в реестр. То есть фактически акции, которые вы покупаете у нас либо в РСВ, они одинаковые. Только в РСВ вы сразу напрямую попадаете в реестр. У нас вот посредством такой процедуры. В компании Skyway Capital, если вы заметили, есть пакеты акций стоимостью 15 долларов, 30 долларов, 60 долларов, 130 долларов, 200 долларов, 350 долларов. В компании РСВ есть пакет акций за 100 долларов, а следующий за 500. То есть, в принципе, если вы, скажем так, обладаете денежными средствами, которые легко можете потратить и приобрести пакет за 500, потом за 1000, да, вы можете напрямую купить, скажем так, и некоторые считают, что это заморочка, вот я куплю здесь, потом меня оформят, не оформят, а вдруг меня одного забудут, то есть поезд уйдет, а я останусь где-то в капитале, не попаду в корневой реестр. Вот этого не произойдет. Список всех передается. Вот таким вот образом. Поэтому, вот я вам ответил по капиталу и по компании РСВ. Если вы хотите узнать что-то по компании, которую написали, ну, наверное, придите на вебинар той компании и задайте этот вопрос, и если вам ответят, вы получите эту информацию. Я не могу говорить о том, чего не знаю. Это будет, наверное, наиболее правильно, да? Вот таким вот образом. Не за что, Юрий. Ну что, друзья, спасибо вам всем за внимание, за то, что были сегодня в вебинаре. В следующую среду будет вебинар по обзору личного кабинета. Одно могу добавить. Сегодня в 19-20 часов вебинар Сибирякова и Алексея Суходоева, да? Завтра в 18 часов у нас будет презентация компании Skyway Capital, куда вы можете пригласить новичков. Куда вы можете, если вы сами новичок, еще раз прийти, послушать краткую информацию, общую, да? Что и кто, и зачем мы такие есть. Вот. В 19 часов завтра будет информация по адресным проектам, которые будет давать Владимир Маслов, доктор экономических наук, Человек, который разбирается в различных, скажем так, направлениях самой экономики, вот, и еще и бизнеса. Поэтому он дает интересную информацию. В пятницу у нас будет мероприятие, касаемо партнерской программы, в 13 часов. Мы это ориентируем, как бы, для Дальнего Востока и Восточной Сибири. Если есть время, приходите сами. Если есть партнеры, которым интересна возможность получения дохода, откуда берутся проценты, приглашайте. Вечером в пятницу в 19 часов Григорий Мирошниченко, в воскресенье в 15.00 вебинар, который будет проводить Александр Мунков. Семейные встречи. Поэтому еще раз вам всем спасибо. Здоровья, любви и денег. Всегда рады вас видеть на наших вебинарах. Продолжение следует...